Музыка Сегодня выездное заседание штаба 8-й больницы, который мы готовим под пациентов с ковидом. Планируется развернуть 120 кови-комест, из них 12 реанимационных, 100 мест будут подключены к кислороду, для этого закуплены и должны в середине декабря один креоцилиндр двухтонный, затем будем ставить еще один креоцилиндр, также двухтонный, и обеспечим подключение к кислороду, как я уже сказал, 100 койко-мест подключены будут. Работы планируем закончить в середине января, потому что предстоит большая работа, большая работа в плане приведения в порядок помещений, которые не приводились в достаточно большой промежуток времени. С четвертого по первый этаж мы делаем разводку кислорода, ремонтируем помещение. Параллельно с этим вопросы, которые нуждаются в отдельной проработке, обеспечении энергообеспечения. Дело в том, что больница третьей категории и не предполагает два ввода, то есть альтернативного источника питания. Планируем закупить 100-киловаттный дизель-генератор для того, чтобы те 12 реанимационных мест, которые будут здесь организованы, были обеспечены альтернативным источником. Также сегодня Михаил Ильич Кучук проведет совещание с представителем обл.энерго для того, чтобы рассмотреть вопрос и эту больницу, которая исторически была подключена к одному источнику питания, один ввод в больницу был. И достаточно проблемный, так как говорит главный энергетик о том, что постоянные систематические отключения, которые были в этой больнице, это было не сегодня, началось не сегодня и не вчера даже. На протяжении десятилетий были проблемы с энергообеспечением. Постараемся в кратчайшие сроки вынести причину, найти техническое решение и его устранить. Для того, чтобы и в перспективе больница, которая даже и после завершения, я уверен, что пандемия пройдет, планируем дальше развивать и усиливать в составе так называемой медицинской группировки города Одессы. Согласно решению городской ТЧБС и городских команд принято решение дополнительно на базе нашей больницы развернуть 120 коек по лечению больных ковидом. Значит, из этих 120 коек 100 будет с подводкой кислорода, чтобы больные были обеспечены кислородом. 12 коек будет реанимационных. Большие работы ведутся, вы видели, по установке криоцилиндров. Работы уже в пролатах проведена разводка кислорода на 52 места. Потом делаются работы по образованию шлюзов, по разграничению красной и зеленой зон. Отдельно будет выход для выздоровевших больных. Делается очень много. Конечно, сроки ограничены, учитывая объем задач, но мы надеемся, что как можно быстро эти койки будут развернуты. Продолжает работать в больнице пульмонологическое отделение и сегодня принимать больных. Город Пещеном покупает кислородный концентратор. Мы частично купили сами, но сегодня поставлена задача дать то количество концентраторов, которое можно уже дать больным.